Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! У меня новый хобби-влог. Я ваша Аня. Вот раскраска Чарующие Фури. Немножко полистаю вам. Ну, тут не очень удобно листать, поэтому как есть уж извините. Как видите, иллюстрации можно считать односторонними. Здесь есть и рамочки, и все такое. Классная, в общем-то, раскраска. Не знаю, в общем-то, с одной стороны, мне иллюстрация нравится, но я пока не поняла, хочу ее или не хочу. Ну, скорее всего, нет. Но, может быть, кому-то поможет это сделать выбор, честно говоря. Наверное, есть обзоры, потому что здесь новые раскраски особо не появляются в Ашане. Но все же, вот такая полистушка. Бумага такая средненькая, гладкая. Ну, иллюстрация односторонняя. 360 рублей, 99 копеек. Продолжаю снимать видео. В общем, продолжу раскрашивать дивную луну Марии Тролли. Не густо я продвинулась. Буквально позавчера вечером я уже лежа в кровати немножко дораскрашивала. Вот. Не знаю, какие будут результаты этого месяца. Ну, надеюсь, что они будут. Вот. Ладно, в общем, давайте буду сразу раскрашивать и болтать. Вот. По-прежнему я люблю раскраски. Сейчас, минутку, я возьму еще какие-то цвета. Подобрала вот эти Vista Artist для себя оттенки. Ну, я, собственно, просто их взяла, потому что я как раз, когда купила, взяла эти три оттенка. Вот. Я вот сейчас даже так разговаривала с некоторыми девчонками, кто также снимает видео. И, знаете, вот ты смотришь на раскраски, на карандаши и понимаешь, что ты по-прежнему это любишь. И будешь это делать, будешь раскрашивать, будешь все это. Но, знаете, вот все равно есть какое-то такое... Ну, если сначала была паника, шок, не знаю, там, злость, масса всяких эмоций, да, сейчас это, конечно, уже все проходит, приходит и здравый смысл, и варианты решения ситуации, да. Как? Как можно в этой ситуации что-то там решить? Но есть вот это, знаете, как немножко опустились руки. Я вот буду говорить так, как я чувствую, потому что, ну, знаете, говорить, что все забыто и это самое, или же наоборот, как-то говорить, а ничего не произошло, я буду вот как есть, так и рассказывать, да. Когда есть какой-то момент, знаете, чувство, что у тебя опустились руки. Вот плевка, что ли, в душу, вот что-то такое. Вот это есть. Ну, в отличие там уже от четвертого числа, сейчас уже, сейчас, собственно, 8 марта, я всех поздравляю с этим праздником. Вот. Ну, и, конечно, уже как-то к этому по-другому относишься. Ты, у меня вчера выходил лайв-влог. Я как-то сейчас, ну, в общем, суть в том, что, как я и говорила, снимать я буду продолжать для YouTube, это все равно для меня основная площадка. Вот не знаю, как оно будет дальше, то есть пока YouTube существует, YouTube для меня основная площадка. Вот. При любом раскладе. И тут дело не в том, что здесь как бы был заработок, нет, он и есть сейчас, просто процентов 20 от того, что было раньше. Вот. Ну, впрочем, он может быть и побольше, вы знаете, да, как. Просто тут еще в том вопрос, что как оно получить. Ну, в моем-то случае, если не получишь, сейчас получишь потом, потому что у меня хорошая партнерка. Ну, ладно, дело уже не в этом сейчас. Вот. Вот, в любом случае, мне удобен функционал, мне здесь нравится все. Вот. Ну, а там уже, исходя из всяких событий, будем решать. Потому что вы мои контакты знаете, и Инстаграм, и Контакты, и Телеграм я создала, по-моему, я тоже выкладывала, и там сейчас ничего такого нет, но на всякий случай. Я надеюсь, этот случай не представится, но, в общем, если что, я думаю, при любом раскладе мы и не потеряемся. Вот. Потому что общаемся все друг с другом. Если кто-то потеряет в соцсетях меня, не потеряет, значит, другого человека, у кого есть мои координаты. В общем, с этим, думаю, все будет окей. А там что-то решим. Вот. Но, да. Вот эти дни мне как-то мало хотелось раскрашивать. Ну, вернее, может быть, я не совсем даже права, потому что первые дни мне приходилось судорожно что-то решать, как и остальным. Что-то перевозить на дзен, хотя я уже понимаю, что, ну, дело это такое пустое. И, как бы, по крайней мере, на данный момент. Но, опять же, я даже попробовала залив туда ролики скачать, судя по всему, это как-то проблемно или невозможно. Поэтому сейчас рассматриваю Рутуб, но с Рутубом это вообще что-то, что-то с чем-то. Там функционал проще, но там видео обрабатывается. Потом оно на модерации просто немереное количество времени стоит. Ну, то есть это вообще не вариант, видимо, но, по-моему, с него можно хотя бы скачать ролики. Я, в общем, отчаялась, я просто взяла съемный диск, и сейчас на всякий случай, хотя у меня вот две тысячи роликов, девчонки, понимаете, две тысячи. Я их просто даже, ну, на всякий случай, соображение безопасности, их скачать не могу. Ну, как я вот это вот все буду... В общем, в итоге я сейчас что-то скачиваю, сливаю на съемный диск. Ну, параллельно, да, на дзен старые ролики гружу. Пусть будут, пусть, конечно, канал развивается, хоть как-то. Хотя там вообще как бы это, ну, такое себе. Ну, я вот, в принципе, пока не могу для себя определить, что, может быть, все-таки удалить стоит дзен. Если, хотя я не знаю, получить... Нет, можно там ролики поудалять, да, с браузера. Мобильная версия, она довольно ограниченная. Ну, ладно, пусть пока развивается, а там будем смотреть по всяким обстоятельствам. Ну, просто если с ютубом наладится, то оно наладится. Тогда все понятно, в чью пользу будет выбор. А если ничего не наладится, то скорее мне проще, я не знаю, переползти в тот же контакт и абсолютно безвозмездно все это заливать. И не вопрос, смотрите на здоровье. И новое туда же сливать. Потому что в любом случае для нас же не закрыта наша платформа Perfluence. Я, правда, их не очень люблю, хотя иногда с ними сотрудничала. Но, с другой стороны, возможно, сейчас будет больше интересных вариантов и предложений. Не, ну, просто реально мне иногда такое предлагают, там, порекламируйте службу доставки, да-да. А я, например, смотрю, я понимаю, что, ну, я же должна это опробовать, да. Они мне даже предоставляют, допустим, там, промо-код. Я могу им воспользоваться для себя же и даже получить с этого вознаграждение. То есть, ну, как бы, это допускается. Но я понимаю, что мне там нечего заказывать. Это, да, мне неинтересно. Я им об этом честно говорю, говорю, ребят, сорян, я не буду. Они говорят, так вы можете не пользоваться услугой, вы просто скажите, что вы пользовались. Я говорю, ребята, я этого делать не буду. У меня, я, конечно, не супер-блогер с огромным количеством подписчиков, но, знаете, это как раз тем более, что меня люди смотрят постоянно одни и те же. Зачем я буду людям говорить, что вот это хорошо, если я это не пробовала. А потом было такое, что я со своими, там, подружками, ученицами говорила. Они говорят, слушай, правильно, что ты их не порекламировала, потому что, говорит, там кто-то отравился, там у кого-то проблемы с доставкой были. Ну, вот такие моменты, понимаете. Но я надеюсь, что может быть... Не знаю, короче. Но я думаю, что, может быть, это тоже будет как-то развиваться в сфере сегодняшних событий. Посмотрим. Знаете, у меня родители всегда очень в этом плане правильно всегда объясняли, что работа, работа должна быть такая, которую ты в каких-то ситуациях даже готов будешь сделать бесплатно. Вот. И в связи с этим, да, я выбрала себе те занятия, которые я для себя выбрала, я иногда даже делаю бесплатно с удовольствием, когда у меня есть настрой на это. Ну, понятно, что всю жизнь все делать бесплатно не будешь, потому что нам, как вы понимаете, нигде ничего не дают бесплатно практически. Вот. Но, тем не менее. Ну, и YouTube для меня, да, хоть и был работой, а все равно я вот сейчас все равно с удовольствием снимаю. Знаете, только такой единственный момент, что я хочу еще вот сказать. Опять же, сейчас я частенько буду касаться этой темы, потому что ситуация меняется, плюс приходит какое-то где-то уже успокоение, и ты начинаешь более правильные, да, обдуманные решения принимать, чем в первый момент на эмоциях. Я, как и обещала, буду снимать каждый день видео, вот, но я думаю, что я буду снимать в день по одному видео, потому что кто постоянно на моем канале, вы знаете, что, да, бывает, что выходит одно видео, но, как правило, два-три видео в день на разную тему, то есть хобби-влог, лайф-влог, либо что-то еще косметическое, либо рукодельное. Вот. Сейчас я, скорее всего, буду снимать одно видео в день. Буду чередовать. Ну, раскраски – это основной контент, поэтому я буду стараться выкладывать через день видео, по раскраскам, и также через день какой-то контент другой, либо лайф-влог, либо там какой-то рукодельный влог, где быстрее наберется информация какая-то, да, материал. С чем это связано? Ну, понятное дело, что YouTube – это не единственный мой доход. Я вообще, честно говоря, сочувствую тем блогерам, вот даже таким мега популярным, но для кого это был единственный на данный момент доход, я, конечно, бедные люди, честно говоря. Вот. В моем случае, конечно, у меня есть ученицы, все дела, то есть, ну, как-то… То есть, критичности, прям совсем критичности, в моем случае не произошло, слава богу. Вот. Но в любом случае я не скажу, что это проходит бесследно, поэтому, конечно же, я должна буду как-то это восполнить какими-то еще своими навыками рукодельными, да, и мне на это нужно будет время. Поэтому, если я могла снимать раньше, допустим, целый день, ну, понятно, я не снимала сутками, но я снимала большую часть дня, то есть я могла себе позволить там два-три ролика в день выкладывать, это не вопрос, я еще снимала, бывало по 10 роликов наперед. Вот. Сейчас, конечно, мне будет нужно время на какое-то рукоделие, на какое-то творчество, о котором я тоже буду снимать видео, но вот именно что мне еще нужно будет, вот, да, как-то этим воспользоваться. Поэтому, скорее всего, это вот будет один ролик какой-то в день. Ну, на моем канале все люди очень такие адекватные, преимущественно, поэтому все меня поймут. Ну, и потом… У кого-то каждый день и так не будут выходить ролики, поэтому я думаю, что все нормально. По факту, канал как развивался, так и будет развиваться. И я благодарю вас за то, что вы смотрите здесь меня, благодарю за то, что люди подписываются на меня здесь. Ну, и также я очень благодарна тем, кто и переходит и на другие площадки со мной, просто в поддержку на всякий случай, потому что по факту вам это ничего не стоит, ну, как бы, да, такого глобального, только немножко вашего времени, хотя это тоже очень ценно. Вот. А мне это, возможно, поможет. И другим людям в том числе. Вот. И да, еще хочу сказать такой момент к не очень адекватным и не агрессивным людям. У меня был только один такой комментарий. Вы знаете, у меня вообще закрыты сейчас. Но где-то они открыты, но, девочки, мальчики, комментарии, это вам кажется, что они там где-то открыты. На самом деле стоит премодерация. То есть я в этот раздел вообще захожу крайне редко. И ваши сообщения там могут быть, даже я не могу их и не заметить, а там через два месяца их автоматически удалят. А уж если там какие-то оскорбления, то Ютуб их вообще скрывает. И до меня они даже не дойдут, даже в виде уведомления. Вот. Но недавно я проверяла эти сообщения. был комментарий, который направлен не конкретно на меня, а на нас всех. Да, не будем произносить слов с какими событиями. Он был... Знаете, я в Инстаграме когда там... Ну, считается, что не надо отвечать агрессии на агрессию. Надо постараться поговорить с человеком, сказать, что мы с вами, как-то переубедить. Знаете, я не стала делать ни то, ни другое, а просто заблокировала и все. Поэтому я вот к чему. Мой канал о творчестве, о жизни, но как бы... Знаете, это такое... Я стараюсь, чтобы это был островок спокойствия. Я здесь не обсуждаю подобные темы. Я не с луны свалилась. Я знаю, что происходит, как и другие люди. Но я знаю также, что большинству нормальных людей хочется просто немножко спокойствия. Вот. Поэтому просто такие комментарии не трудитесь, не пишите, их все равно никто не увидит. Даже, скорее всего, я не увижу. А если увижу, ну, просто бан и все. И дело с концу. При всем при том, что... Короче, я все понимаю и очень сочувствую. и... В общем-то... Просто не надо... Не надо еще больше зла. Давайте будем как-то добрее поддерживать по мере возможности друг друга, потому что по факту в той или иной степени сейчас тяжело каждому. Безусловно, есть люди, опять же, мы знаем про что я, которым сейчас вообще адски тяжело. Ну, вот и давайте не будем... Не будем злыми. Хотя вот мне даже, знаете, вот насчет раскрасок даже интересно, сколько я в этом месяце раскрашу. Ну, ладно, сколько бы не раскрасила все это жизнь. Ну, вот сегодня мне захотелось, я соскучилась. Вот, поэтому я решила... Но, знаете, меня почему-то не тянет на... Вот, как ни странно, на какие-то такие раскраски, где ты механически будешь сидеть, красить там узоры, которые я, казалось бы, люблю. Почему-то все равно, вот если я... Тянется рука, тянется вот к чему-то такому. Я не знаю, то ли это желание погрузиться в какой-то такой мир творчества и какой-то сказки, сюжета, чего-то вот такого, да. То ли это желание, ну, хотя бы, чтобы, знаете, в конце месяца, если не возьму количеством, да, как всегда, хотя это не сама цель, а взять хотя бы чем-то интересным, не знаю. Ну, опять же, хорошо, вот я вчера скачивала видео, соответственно, где-то что-то пересматривала, и вы знаете, ну, могу сказать, что... Да, как вот и съемка, как менялась, и как раскрашивала, и что раскрашивала, так что и это будет когда-то интересно пересмотреть. Ну, вот эти... Я еще, знаете, чего? Вот я всегда задавалась вопросом, вот почему при всем при том, что ты вкладываешься во все вот в это, и много есть плюсов, а как-то оно вроде и двигается, развивается и не сильно. А вот эти дни, они как-то дали мне немножко понять то, что... Может быть, потому что я ставлю это на первое место, а то, что нужно ставить на первое место, не ставлю. То есть, вот, например, я могла раньше, там, вот любимый человек хочет там пообщаться, да, а я там, давай созвонимся, мы же, да, так сказать, в разных городах живем, а я говорю, у меня YouTube, мне снимать надо, мне это надо, мне это надо. А вот сейчас понимаю, что, наверное, именно это нужно ставить на первое место, а это уже на второе, тогда вот это будет двигаться правильно. Потому что, когда, видимо, расставляешь приоритеты правильно, то и все в свою очередь правильно двигается вперед. И я, кстати, заметила, что пусть сейчас и в плане там, монетизации это особо ничего не приносит, но в плане развития канала очень даже приносит. Поэтому, наверное, это тоже некий урок, который я перенесу и в будущее, что все-таки на первом месте близкие люди, дом, а уже все остальное, это уже как время хватит. Тогда будет развиваться абсолютно все и правильно. Но, кстати, еще есть такой момент, я заметила, что когда я снимала именно бьюти-контент, когда я снимала исключительно про покупки косметику, ой, сразу темный цвет взяла, покупки косметика, вот это все. Вы знаете, ну, я успевала все остальное делать. Я не запускала дом, хотя у меня и сейчас не грязно дома, и я все делаю, но я больше уделяла внимание дому, окружающим, близким меня людям. А вот, когда я погрузилась в мир раскрасок, то есть, я стала использовать меньше косметики. Сейчас я ее вообще почти не использую, даже макияж без макияжа практически не делаю. У меня запасы не пополняются косметические, но они и не расходуются практически. Все меньше успеваешь что-то делать по дому. Это, конечно, тоже трешовенько довольно. И, наверное, потому, да, где-то вселенная как раз и отдает вот этим тормозам по итогу. Вот видите, в этом можно найти какой-то плюс. Что-то мой гномик сидеть не хочет. Полежать захотел. Немножко подточила карандаши. Вот за эти несколько дней, за четыре дня, по сути, я заметила, что уделила больше внимания как минимум любимому человеку, что уже большой плюс. Да и, в общем-то, канал не пострадал. Но это правда единственное, что по дому я не так много сделала, потому что, да, я вынуждена на всякий случай скачивать контент и прочее, плюс еще массу мастер-классов, потому что я все хотела купить у бразильцев, но я так теперь понимаю, что пока это не получится по понятным причинам, я даже не знаю, скорее всего, не получилось бы их отблагодарить. Мне просто очень неудобно, что я сейчас вынуждена у них все скачивать. Ну ладно, как бы есть VPN, поэтому я сейчас скачаю, будет чуть больше времени, я отблагодарю их просто хорошим просмотром с нормального IP и все. Потому что я уважаю их труд, вообще уважаю труд любого блогера, любого человека, любой труд честный, поэтому, конечно, я их отблагодарю. Я найду способ, как людей отблагодарить, потому что получается, что я их с YouTube видосы скачала, слила себе на съемный диск и буду смотреть. Хотя, знаете, вот пока я смотрю все равно с телефона, там, со смартфона, с ноутбука, как-то так. В любом случае. Так, надо немножечко здесь добавить желтого. Виста Артиста и Фикс Прайс как-то между собой не очень хорошо дружат, но это классно, зато это дает очень интересное такое нанесение, то есть желтый ложится очень умеренно на этот там оливковый и так далее. И получается вот прям то, что надо. Так, немножечко, знаете, поинтереснее, чтобы был цвет, хочется. В общем, как-то да. Наверное, такие ситуации нам иной раз даются, чтобы... Да, как какой-то еще для чего-то пинок. Не, вот сейчас я сижу, прям втянулась. Видимо, я уж боялась, думаю, ну а неужели вот я так как-то резко перегорела, перегорела к раскраскам? Да нет, конечно же. Просто в состоянии шока вот этот вот бывает такой момент, когда ты... Да, нужно только подойти, сесть, и дело пойдет, и пойдет просто с кайфом. Главное подойти и сесть, перебороть себя. Потому что именно вот вот в этом вот какие-то, видимо, негативные эмоции они не позволяли. Ладно. Я рада, что я по-прежнему с удовольствием раскрашиваю. Хотя у меня был момент, что я сегодня так что-то смотрела, смотрела, утром встала, пока там завтрак готовила, заходила в комнату и подумала, что вот здесь полно карандашей, фломастеров, всего у меня, всего куча. Я думаю, господи, уж лучше бы что-то мне так захотела, чтобы у меня здесь были нитки для вязания. Вот. Да нет. Ниткам найдется место. Все со временем будет. Так. Ну ладно. Буду докрашивать. Ну и постепенно буду завершать влог. Я надеюсь, это видео выйдет, конечно, вечером, как всегда, 8.00, поэтому я надеюсь, что вы как-то максимально приятно, как это возможно для каждого из нас и в этой ситуации отметили праздник, получили поздравления, что все-таки словили какой-то позитивчик. В любом случае надо как-то, конечно, стараться, чтобы держаться на позитиве по возможности, потому что только позитивные эмоции как-то помогут нам, наверное, с этим справиться совсем. Кстати, когда мы говорим нет чему-то плохому, мы все равно призываем это, потому что вселенная не улавливает частичку нет. Нужно говорить да хорошему. Ну ладно, я благодарю вас всех за просмотр, желаю, как всегда, здоровья, настроения, вдохновения, уютных, творческих, ну или просто семейных вечеров. До скорой встречи, всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и поддерживайте меня в других соцсетях и других девочек тоже. До скорой встречи, пока-пока.